Сегодня в России отмечают День социального работника. В крае в сфере соцслуживания трудится более 7 тысяч человек. Как чествовали те, кто живет ради помощи ближнему, смотрите далее. Центральный дом-интернат для инвалидов и престарелых. Здесь живет более 300 людей, которые нуждаются в ежедневной заботе и внимании. А это няня Наталья Качкова. Женщина работает в интернате 11 лет. Наталья заботится о состоянии почти 100 пенсионеров, многие из которых лежачие. Стандартный день, приходим по восьмого. Я принимаю смену девочки, которые передо мной. Иду по палатам обязательно обход. Поздоровалась, пообнялась, поцеловалась. Если кто-то слабенький, спрашиваю, что случилось, была ли медсестра. Наталья шутит. Работа няни досталась по наследству. Ее мама тоже была сотрудником в этом доме-интернате. За 11 лет трудового стажа Наталья не раз пыталась уйти из профессии. Говорит, тяжело морально. Видела всякое. И безразличие родственников пенсионеров, и даже свадьбы в интернате. То есть сюда заходишь, от того мира просто... Ну, как-то вот... Ну, его уже нет, да. Это трудно. Это трудно. Это до такой степени вот эта психология взрослого человека. И 11 лет работая. Я в шоке от того, что можно сдать своих родителей сюда. Даже в свой профессиональный праздник наша героиня на рабочем месте. Правда, сегодня Наталья всюду ходит под прицелом нашей телекамеры. Именно она и все социальные работники в центре внимания. Для Алтая в этот день двойной праздник. День работника социальной службы и 25-летие развития службы в крае. Важнейшее направление нашей деятельности в Алтайском крае – это наш безусловный приоритет. Бюджет Алтайского края, несмотря на все сложности, сохраняет явный крен в сторону социальной работы. Это здорово, потому что на сегодняшний день более 800 тысяч жителей Алтайского края, каждый третий является получателем различных мер социальной поддержки с бюджета Алтайского края. Для тех, кто ежедневно посвящает свое время абсолютно незнакомым людям, сегодня в краевой столице организовали праздничный вечер. В концертном зале «Сибирь» собрались более 300 социальных работников со всего края. Эти люди чаще думают о других, чем о себе, но сегодня им говорят спасибо за ежедневный труд. Олеся Рженцова, Вадим Быстревский, Юрий Бирюков. Новости.